Сегодня мы представляем здесь, в Москве, в Пертиковской номере, шедевры из собрания знаменитого Лондонского музея, который точно так же, как и мы, отвечает в этом году, 160 лет со дня его основания. Здравствуйте, с вами Тата Тимофеева и канал Art Channel. Сегодня мы находимся на открытии выставки от Елизаветы до Виктории в Третьяковской галерее. На выставке представлено 49 портретов, которые представляют собой своих 300 лет истории Великобритании. Все портреты расположены в хронологическом порядке, а также сгруппированы по определенной тематике. И то, что вы видите на этих сценах, это действительно лучшие вещи, которые сняты со стен Национальной портретной галереи. И почти половина этих портретов – это портреты знаменитых британских писателей. Точно так же мы показываем в Лондоне портреты самых, наверное, важных для нас, для всего мира, властителей. И это такое одни и знакомство с теми, кого мы хорошо знаем. В числе самых ценных экспонатов на выставке представлены портрет Вильяма Шекспира. Перед вами прижизненный портрет Елизаветы I, дочери Генриха Восьмого и Анны Валеньевны. Перед вами потрясающая картина Томаса Джонса Баркера, написанная в конце XIX века. И называется эта картина «Тайна величия Англии». Действительность – это королева Виктория, которая вручает Биллер в зале аудиенции Вензорского дворца. Эта сцена в этом дворце придумана живописцем Томасом Баркером, однако в ней присутствует реальный исторический персонаж. Например, на картине королева Виктория принимает посла из Восточной Африки, которому она вручает неврасходный экземпляр Биллер. Здесь же присутствует принц Альберт и ее супруг и два политических деятеля. Переговоры о подготовке этой выставки проводились в Лондонской национальной портретной галерее около трех лет. Это была скрупулезная и достаточно сложная работа. Очень важным моментом в этой работе, естественно, был отбор произведений искусства. Помимо того, что нам крайне повезло, что мы получили портрет Елизаветы I и портрет Уильяма Шекспира, также представлен невероятная подборка с душою, отобранная нашим куратором Татьяной Львовной. Здравствуйте, меня зовут Ренада Зимовеева, я представляю канал R-Channel. И буквально два вопроса, мы слышали потрясающий, может, что мы вам комплименты по поводу личных, о которых вы сказали. А может, по поводу моей личной вам признания, по поводу того образа, который вы являетесь, человек из спутства. Очень великантно. Я на вас смотрела, очень радовалась. Расскажите, пожалуйста, по поводу выставки несколько вопросов. Первое, было сказано, что выставка планировалась около трех лет. А какие основные сложности были? Почему так долго? Даже четыре года не было. Вообще, возревают выставочные проекты достаточно долго. В моем случае, все мои выставочные проекты развивались достаточно долго. И я думаю, что хороший выставочный проект, он действительно должен быть проработан, он должен быть научно фундирован. И, собственно, вот к этой работе, я вам уже говорила, то есть, что я с конца 80-х годов у меня была эта идея. Я перевела одну свою статью на английский язык. Я отправила с ней такую даму, Елизабет Смит. Она была женой очень крупного революционного деятеля. Добой уже она стала. Она приходила тогда к директору Мациональной портфетной галереи с моей статьей и с идеей такого обмена. Но в конце 80-х годов они сказали, что нет, у нас много своих планов, это не получилось. Потом мы пытались попасть в эту программу русско-британского года, которая в 2014 году состоялась. И в 2012 году в составе делегации в Министерстве культуры, входили директора музеев, самых разных русских музеев. Я посетила в Лондон, но уже заранее я обменялись в письмах. Я, честно говоря, думала, что я буду куратором выставки русского портрета, Национальной портфетной галереи, а кто-то из моих кадров национальной портфетной галереи будет куратором выставки английского портрета. Но они предложили другой сценарий. И он основывался на том, что они считали, что английский куратор лучше представит русский портрет английской публики, опираясь на те интересы, которые есть, те знания о русской культуре, которые существуют в Великобритании. Ну и когда в качестве этого куратора была предложена Коле Розалину Лексу, я, естественно, согласилась, потому что я ее прекрасно знаю по нашей общей работе. У нас общий учитель, Дмитрий Владимирович Соробьянов, она защищала у нее диссертацию, он читал мне лекции, был оппонентом и кандидатской, и докторской диссертации. То есть мы имеем одного научного плата. Многие мои коллеги много раз участвовали в конференции в Кембридже, которые Поля проводила. И она ведет семинары по русскому искусству. И она очень хотела сделать эту выставку русского портрета в портретной галерее. И она, еще и прочего, является таким донатором этой галереи. То есть там есть разного уровня спонсоры, скажем так. И мне кажется, это тоже дало ей возможности, ну, как-то, так сказать, изнутри влиять на эту ситуацию. У меня такое ощущение есть. Ну и в 2012 году, когда мы определили вот эти наши позиции, мы стали работать. Поля составила свой список. Еще, так сказать, использованный список я увидела еще несколько раньше. И в Лондонскую национальную портретную галерею я приехала с предварительным списком. И дальше я туда еще несколько раз приезжала, но мы этот список дорабатывали. Поля считала, что достаточно этого количества. Вернее, может быть, это какая-то была еще и не столько позиция Поля, Блэксли, ну или Портрет национальной портретной галереи. Может быть, они не знали, как пройдет выставка русского портрета. Все-таки русское искусство известен хорошо авангард. Там, Олеевич, Калзинский, Филонов. Но значительно хуже известно русское искусство XIX века, второй половины XIX века. Поэтому Поля опиралась на известные модели, на литературу, на свет литературы и музыки. Желаю, в том числе, через эти известные модели познакомить английскую публику с портретным творчеством Репина, Николая Е, Серова и других Рубеля, других замечательных художников, которые включены в этот список. Но у меня была какая-то несколько другая. У меня была другая задача, другая позиция. 26 портретов было мало мне. На русской публике это ничто. 20 портретов. Потом у меня был доказ старших товарищей привезти портрет Елизаветы. Первый, непременно. Потому что его не смогли получить ни в Кремль на выставку, ни... Были еще помимо меня переговоры когда-то в начале 90-х национальной портретной галереи. И мне все время говорили, что Елизавету не даю. Но когда этот проект такой двойной, когда каждая сторона заинтересована в выставке самого высокого уровня, то он, наверное, и легче развивается. Всяка, в случае, это было для нас интересно. И вот то, что это вылилось в такую образовательную программу, это замечательно. И в Лондоне будет конференция, на которую я поеду, я в ней буду участвовать. И здесь обширная образовательная программа, благодаря Британскому совету и фонду Потанина. Но с самого начала вот эта вот какая-то такая заточенность на посвящение, образование национальной портретной галереи, она приводила к тому, что меня просто внедрили в жизнь этого музея. Я проживала с ним, когда я там бывала, их жизнь. Вот с утра какие-то их совещания рабочие, какие-то их общение с волонтерами. И это было тоже интересно и важно для меня. И это было показательно такой тоже какой-то удивительной открытости. И это были очень уважительные отношения. Ведь сначала они мне все время предлагали портрет 20 века. То портрет фотографической Елизаветы... А, то портрет Маргарет Тейчер фотографически, то портрет Елизаветы Второй с этими собаками ее, с вельшкоргами. Вот, что-то еще, какие-то поп-звезды. Но я сказала, что давайте мы все-таки остановимся на конце 19 века. А в будущем, может быть, мы сделаем обменные выставки, если это все хорошо у нас пройдет, состоится, посвященный 20 век. Что-то все-таки другая история, действительно, острые какие-то есть решения в портрете, есть фотографический портрет, который очень развивается в это время. Давайте мы это отложим. Хорошо, они сказали, хорошо, давайте так. Иногда их удивлял мой выбор. Иногда они спрашивали, что я нахожу в тех или иных портретах, почему я их включаю. Я им объясняла. И это была действительно такая очень открытая, доброжелательная, очень такая творческая, обогащающая атмосфера. Поэтому, мне кажется, это и получилось в итоге. Когда все что-то утаивают, закрытые, надо что-то вытягивать, какие-то сведения, это очень тяжело и очень трудно. Поэтому это какой-то пример сотрудничества, которое оставило меня очень положительное. И тогда заключительный вопрос, вот даже, наверное, мой, и я думаю, любому простому, это я, обывателю, просто человеку, не сильно разбирающемуся в искусстве, а у вас, как профессионала, вот какой экспонат, какую картину вы могли бы выглядели мечтать, между Шекспиром и Элизаветой Первой, какой от вам душевный близок? Ну, мне очень душевный близок портрет Рейнольдс, который украшает обложку нашего каталога. Это портрет Рейнольдса, молодого Рейнольдса, который накануне пишет себя, накануне поездки в Италию, который глядывается вдаль, из-под ладони, закрываясь от солнца, который сам не знает, что монет его в этой долине, который полон молодой энергии, какого вот напора. Это необычная форма портрета, необычная композиция. Вообще, надо сказать, что английский портрет, он еще привлекательный, вот этим разнообразием композиций, поз, вот этих положений, в которых индивидуальность подстает на портретах английских художников. Вот этот портрет я очень люблю. Мне как-то душевно близок портрет Абеля работы Гейнсборга. Есть такое какое-то стандартное восприятие, портрет при живописи Гейнсборга, кажется, что он голубой, что он в каких-то голубых исключительно холодных тонах, что это только портреты прогулки или какие-то дамы в этих своих длинных шляпах с большими полями. А это такой интимный портрет друга Гейнсборга, музыканта, композитора, который был и учителем Гейнсборга, они вместе играли на Виоле де Гамбо. И Гейнсборг говорил, что что его применяется с концом земной жизни, то что на небесах он увидит своего друга Абель. И вот этот портрет в таких глубоких коричневых тонах. И кажется, что ты слышишь этот звук этого инструмента Виолы де Гамбо. И он действительно очень интимный, он как будто звучит, вот эта музыка, которая в нем есть. И мне было еще интересно включить работы Гейнсборга в эту выставку, потому что она, выставка, которую мы сегодня открываем, совпадает с выставкой Рокотова, правда, ненадолго. И Рокотова называют русским Гейнсбора. И вот интересно это сопоставить и подумать над этим сочетанием. Я думаю, что одного и другого художника, хотя они, конечно, совершенно разные, и тут как-то сложно их сравнивать, было удивительное вот это внимание, чувство каких-то душевных тонких вибраций, которым даже мы не можем найти слов и определения. Я очень люблю портрет Теннисона, который здесь тоже он на стороне на этой выставке. Да, что у меня много любимцев, но вот может быть Рейнольдс такой вот у меня фаворит, и Гейнсбора тоже. Такой портрет очень красивый, который завершает нашу выставку, у него самая высокая страховая оценка. Это портрет Элен Ферри. Молодой Элен Ферри работает Федерико Уотца, ее супруга Сотпонент, и одного из ведущих клеропаэлитов, художник, украсть, клеропаэлитов, выбирающая. То есть она выбирает между скромными фиалками, ароматными и красивой, но такой вот ничем не пахнущей камелии. Это такая аллегория, она выбирает между сценой или тихой семейной жизнью. Ну и известно, что она предпочла все-таки сцену. И мне нравится, что это такая красивая, эффектная точка в конце нашей экспозиции. За каждого из этих 49 портретов практически ставят какие-то были муки выбора, размышлений. То есть я хотела создать такую сложную партитуру знакомого, незнакомого, разных ценностей, разных историй, которые он рассказывает эти портреты. Так что нарратик этой выставки, он очень разнообразен, он очень обширен. Так что я надеюсь, что люди сюда будут приходить, и могут не один раз, и получат их эстетические впечатления, и узнают много нового о британской истории, выдающихся деятелях британской истории. Спасибо вам большое, спасибо за столь скрустерезную работу и за панкеты Елизаветы I. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!